Цена на гречневую крупу белорусского производителя 2,22 рубля, 22 копейки, на иностранного производителя почти 5 рублей, 4,99. Пшено, рубль 88 белорусский производитель и крупа пшено 2,24 иностранного производителя. Вот так вот скрупулезно Евгений Зайцев подходит к очередному мониторингу цены и ассортимента в магазине торговой сети «Продтоварная Пушкинская-1». Для депутата Палаты представителей национального собрания это весьма важная часть его работы – не допустить необоснованного роста цен. Особое внимание группе продовольственных товаров под грифом «социально значимые». Мы должны обращать внимание в первую очередь на обеспечение широким ассортиментом продовольственных товаров и товаров первой необходимости нашего населения, а также на недопущение необоснованно увеличенной цены на те или иные группы товаров. Все ценообразование, ассортимент товара сегодня еженедельно контролируется специальными органами. Информация вся стекается в наше управление комитеты. Есть в представлении министра специальная комиссия по государственному регулированию ценообразования, которая четко реагирует на каждое повышение цены, выясняет причину, обоснованность и соответственно принимаются меры на уровне правительства нашей страны. Поэтому ценообразование и насыщение продуктами наших магазинов, оно находится под жестким контролем как правительства, так и главы нашего государства. «Социально значимой продукции на полках достаточно. Все согласно постановлению Совета министров. 29 позиций от хлебобулочных изделий, мясной и молочной продукции до круп, сахара и овощей. Ассортимент представлен широкий. Необоснованного роста цен нет. Более 70% товаров белорусского производителя. Это радует. Но вот цены на взгляд некоторых покупателей все-таки растут, что не вызывает особого оптимизма». «Раньше попадешь на 20 рублей, вот раньше купишь, как-то много чего можно покупать. А сейчас придешь, самое необходимое купишь, уже смотришь, 20 рублей нет. Как-то дорого, дороговато, почти полтора раза поднялись цены. «Мы чаще всего буквально социально назначим товары, так как мы на пенсии, а вообще цены великоваты». «Терпимо, но не хотелось бы, чтобы это было». Но нашлись и те, кого цены в магазине не смутили, обосновав тем, что в других странах они намного выше, нежели у нас. «У меня есть знакомые за рубежом, у них цены растут еще быстрее». «То есть вы довольны?» «Да, по сравнению с некоторыми странами у нас рост не такой высокий». «Мы не будем равняться на тех, у кого где-то что-то хуже. Мы сами по себе. Пусть у нас будет лучше. Но стоит пояснить, что ценовая политика складывается из многих факторов. В том числе следует учитывать и логистику. А потому купляйте белорусское. Этот слоган актуален как никогда. Как актуально и то, что дефицита ни на какую группу товаров в наших магазинах нет». «Сегодняшний день на полках магазинов достаточно всех групп товаров народного потребления, особенно социальных группы потребления. Те временные, может быть, нехватка того или иного товара была связаны в первую очередь с логистическими моментами и больше с дезинформацией населения, используя соцсети различные и фейковые новости». После тщательного мониторинга необоснованного повышения цен в объектах торговой сети выявлено не было, как собственные дефициты на определенные продукты. «В дальнейшем данный мониторинг ценовой политики и наличие ассортимента товара будет продолжаться. Мы уверены, что наши покупатели будут довольны и беспокоятся населению страны о том, что продовольственный кризис коснется нас. Мы сделаем все, чтобы этого не допустить в нашей стране». Анастасия Милишкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Милишкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ» 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 «Бук-ТВ»